итак привет youtube всем доброго времени суток последнее время меня все больше и больше начали привлекать небольшие ножи эту категорию обычно называют джентльменскими ножами а сами ножи джентльменами и нож который я выбрал для сегодняшнего обзора это яркий пример и пожалуй один из лидеров такой категории это нож японского дизайнера сичи накамура и компании benchmark модели шоки причем это уже вторая версия модели поэтому мы сегодня детально рассмотрим эту версию ножа по основным параметрам сравним ее с предыдущей и поговорим о происхождении понятия джентльменский нож и также я расскажу о трех версиях происхождения этого понятия ну пожалуй с этого и начнем первые две версии связаны с так называемым джентльменским соглашением о ограничении использования оружия в первом случае огнестрельного во втором холодном в первом случае соглашение касалось ношение пистолетов в так называемых джентльменских клубах где чаще всего джентльмены проводили свободное время обычно там был мини-бар игральные столы места для курения сигар и места для общения и в первую очередь договоренность о неиспользовании огнестрельного оружия была связана с его импульсивным применением и чаще всего в ситуациях которые по мнению джентльменов задевали их честь и достоинство а иногда и при конфликтах во время карточных игр и как понятно для снижения рисков случайных ранений и убийств да и в то время в принципе во многих странах в разной степени ограничения принимались на уровне законов поэтому в какой-то степени это был естественный процесс и во многих случаях нож становился заменой пистолет причем именно в тот период ножи начали трансформироваться в скрытые причем скрытые например в трость которая по факту была неотъемлемым атрибутом джентльмен и кстати именно этому событию как стимулу приписывают появление в ирландии традиционного палочного боя батареокта в котором и использовалась опять же трость а со временем появилась понятие холодного оружия и ограничение коснулось и крупных ножей но в быту мужчины используют ножи и для повседневных и бытовых нужд а раньше эта необходимость была более частым явлением поэтому понятие джентльменский нож трансформировался еще на сегодняшний день это понятие осталось виде набора критериев для небольших и дисси ножей описать его можно примерно так это небольшой компактный и легкий нож удобный для ношения в одежде на кармане и в нем в том числе и на легкой а поскольку джентльмены в их классическом виде были большими поклонниками красоты и искусства соответственно это передалось и на ножи отсюда нож должен обладать еще и элементами некой эстетики и собственно под это описание герой сегодняшнего обзора подходит более чем по всем параметрам и так бенчмет накамура шоке синяя серия поставляется стандартной синей коробки бенчмет и комплектуется небольшим чехольчиком с клипсы мы говорили джентльмены как и тогда так и сейчас ценили и ценят хорошие красивые и качественные вещи и у героя сегодняшнего обзора все точно по этому списку на клинке одна из самых лучших на сегодняшний день стали м390 с твердостью 60 62 единицы по року на рукояти карбон а лайнеры из анодированного титана и даже винты никелированы собственно думаю понятно что функцию покрутить в руках полюбоваться дизайном нож выполняет на ура далее размеры длина клинка 73 5 при толщине 229 соответственно длины и толщины клинка для джентльменских целей хватит запас спуске почти от обуха и сведения имеем от сорока трех сотых до 52 на острее нож довольно компактен как мы говорили для ношения в любой одежде вплоть до легкой летний длина в открытом положении 169 в сложенном виде 96 и 3 при толщине рукояти 9 и 7 ну а вес просто гениальный 51 грамм даже на или в кармане летний шортов это совершенно будет незаметно я уже не говорю о каком-либо дискомфорте ну для визуального сравнения выложу рядом бак парадигм про лимитированную версию киршоу блюр и лимитку от ontario red one как видно и сравнение ontario red one по сравнению с шоке просто топор причем как по размеру так и по весу до периодично возникают вопросы какая сфера применения у таких ножей на самом деле спектр использования довольно большой от бытовых снять упаковку вскрыть конверт снять кожуру с яблока или порезать сыр до не дай бог конечно перерезать заклинивший ремень безопасности ну и как важное дополнение во многих странах допустимо длина и толщина клинка сильно ограничено поэтому каких-то случаях альтернатива не очень велика и конструкция в этой модели был дан старт использованию новой системы фиксации клинка на клок по сути это нечто среднее между бэк локом и лайнер локом ближе к бэк локу но движение рычага блокировочного крючка происходит не вертикальной плоскости а в горизонтальной попробую это показать вот тут должно быть видно как при нажатии блокировочный крюк уходит в сторону причем я бы сказал что на и клок принял от своих собратьев лучшие качества конечно убедиться в этом однозначно нужно время и опыт понаблюдаем посмотрим но то что это удобнее собратьев это сто процентов далее дизайн внешний вид ножа уже интересен за счет премиальных материалов а в дополнение на мой взгляд с речи накамура действительно нашел те необходимые составляющие которые делают дизайн ножа действительно уникальным и очень интересным покажу весь нож целиком поближе как видно все очень аккуратно и по-японски лаконично понятно что на вкус и на цвет фломастера разные но при всем при этом думаю этот нож не сможет никого оставить равнодушным но опять же его первая версия на международной выставке iw international knife в германии 2008 получила награду в категории спешил дизайн причем в релизе к награде написали следующее если перевести это будет примерно так этот нож отлично подходит для тех кто действительно ищет долговременной элегантности и совершенного технического дизайна эта модель для истинного джентльмен собственно подпишусь под каждым словом а если сравнить первую версию со второй то по факту в этой версии мы получаем еще более интересный нож вместо накладок на рукояти из дерева и g10 в первой версии в этой мы уже имеем карбон вместо с 30 винт на клинке с твердостью 58 59 единиц по року а в этом случае у нас м 390 с твердостью 60 62 хотя чему удивляться каждую следующую версию стараются сделать более совершенной да это получается не всегда но в этом случае думаю это более чем очевидно этот нож полностью оправдывает название категории джентльменский нож в нем красиво и элегантно все от дизайна до мельчайших деталей и элементов конструкции округлый обух при необходимости упора большим пальцем это сделать очень комфортно спейсер с узором плетенкой красиво переходит в темлячное кольцо лайнеры анодированы в красивый синий цвет даже шпенек насколько элегантны кстати если вернуться к вопросу дизайна общая концепция довольно близка к традиционному дизайну японских складных ножей ну как мы знаем искусство в деталях детали в этом ноже на самом высоком уровне пожалуй на этом все всем спасибо за просмотр оставляйте ваши лайки и комментарии подписывайтесь на канал будет много интересного всем мира и гармонии пока у нас Продолжение следует...